Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, «Бытие определяет сознание». Эта фраза, приписываемая Карлу Марксу, станет основой сегодняшней дискуссии. Определимся с понятием «бытие». Это философское понятие, обозначающее наличие явлений и предметов самих по себе или как в данности в сознании. Совокупность условий материальной жизни общества. Так что же имеет большее влияние на общество? Сознание или сложившиеся материальные устои общества? Общество меняет человека или человек меняет общество? Эту проблему сейчас рассмотрим на пасьянс-дискуссии по правилам дискуссионного клуба «Полтава». По утвердительной позиции «бытие определяет сознание», карточки-аргументы разложит Кихот – дискуссионное прозвище. По позиции «опровержение» сознание в большей степени влияет на бытие, карточки-аргументы кинет эволюционер – дискуссионное клуб прозвище. Для нашей дискуссии я предлагаю вульгаризировать фразу «бытие определяет сознание», низвести ее до уровня борща в желудке, а именно могут ли простые словесные внушения влиять на наше повседневное поведение или для изменения нашего поведения должны измениться условия нашей жизни. Например, станем ли мы до такой степени совершенны, что возлюбим ближнего своего, полагаясь на одни только словесные внушения, или же только сама жизнь должна пришить нам такого хвоста, чтоб без любви он сам собой отвалится. Итак, приступим кидать карты. Уважаемые зрители, эволюционер, первая синяя карта – аргумент в пользу бытия, которое определяет сознание. Дети – цветы жизни, а не работники. В доиндустриальных, аграрных обществах количество детей в семьях было относительно много, ведь наличие большого количества детей имело экономический смысл. Дети – дополнительные рабочие руки. Дети – гарантия продолжения рода в условиях плохой медицины и высокой смертности. Дети поддерживали родителей в старости. А в современных городских обществах дети – это скорее абуза, но не работники. Родители тратят большие средства и свое время, внимание, энергию для обучения детей, их воспитанию и никакими пряниками в современных городских обществах не заставишь семьи иметь много детей. Двое – это уже потолок, а еще лучше один или не одного. Вот наглядный пример, когда бытие определяет сознание. Эволюционер. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, привожу свой первый синий аргумент в пользу того, что все-таки разум меняет бытие. Человек меняет окружающий мир. Человек относится к особому виду живых существ, которые способны значительно изменять условия среды обитания. Поэтому, если рассмотреть историю развития человечества в глобальном плане, то можно перейти к выводу, что само бытие человека за известный нам период истории поменялся весьма значительно. То есть, бытие человека современного и человека хотя бы периода средневековья – это два совершенно разных бытия, современный вариант которого изменяет деятельность человека, прежде всего разумом. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционер. Вторая зеленая карта-аргумент в пользу бытия, которое определяет сознание. Демографический переход. Демографический переход – это когда численность населения всей Земли стабилизируется на отметке ориентировочно 11 миллиардов человек. Такая стабилизация произойдет впервые в истории человечества. Ведь до этого времени человечество жило в состоянии постоянного роста своей численности. По данным ученого Сергея Капицы, который разработал теорию роста человечества, это произойдет приблизительно к 2050 году. Из этого факта Сергей Капица делает следующие выводы. Человечество кардинально изменит парадигму своего развития. Парадигма постоянного роста сменится парадигмой простого воспроизводства. И это отразится на всех сторонах человеческой жизни, включая, например, и экономику. Применительно к экономике человечество прекратит стремиться к увеличению прибыли. Демографический переход будет наглядной иллюстрацией философского закона перехода количества в качество. Принципиально изменится качество человечества. То есть кардинально изменится общественное сознание, личное сознание, изменится психология человека. И причиной такого кардинального изменения сознания будет именно увеличение количества человечества. А не какая-то словесная мораль, которую втюхивают в наши головы различные проповедники. Эволюционер. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, перевожу свой второй зеленый картовый аргумент в пользу того, что все-таки сознание меняет бытие. Бытие – это продукт мышления. В первом аргументе я рассмотрел бытие как условия жизни человека, меняющиеся в процессе научно-технического прогресса. Во втором аргументе представляю взгляд на бытие как на разновидность реальности, восприятие которой зависит от индивидуальных особенностей мышления и психики человека. Все мы, находясь на одной планете и даже в одном городе, можем жить в разных мирах и измерениях. Дети смотрят на мир по одному, взрослые по другому. Сытый не поймет голодного, а богатый бедного. Различие в реальности бытия людей настолько велико, что люди до сих пор спорят над, казалось бы, однозначными вопросами. Бытие – это не только реальность. Это иллюзия, особенности воспитания и мировоззрения, влияющие на восприятие реальности, бытия разумом. То есть разум не только определяет бытие, он еще определяет то, как его воспринимать. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционер. Третья красная карта – аргумент в пользу бытия, которое определяет сознание. Исторический материализм. Тезис «Общественное бытие определяет сознание» лежит в основе исторического материализма, направления философии и истории, разработанной Марксом и Энгельсом. То есть это доказанная научная теория. Поэтому и основной аргумент в пользу первичности бытия – целая научная теория. Маркс и Энгельс доказали. Как изменялись экономические условия человеческой жизнедеятельности и как они приводили к изменению сознания. Есть базис общества – это способ производства материальных благ и их распределения. И есть надстройка над базисом – нравственные, эстетические, философские, политические, правовые, религиозные воззрения. Так вот, Маркс и Энгельс научно доказали, что все эти воззрения зависят от количества и качества колбасы в холодильнике, а не наоборот. Вся наша философия идет от бурления газа в животе, а не наоборот. Но с другой стороны, излишек газа в животе рождает же и философия. Эволюционер. Уважаемый зритель, уважаемый Кихот, привожу свой третий карту аргумент в пользу того, что все-таки сознание определяет бытие. Сознание – это нечто отдельное от материи. Сознание можно рассматривать как ментальную деятельность человека по отношению к самой этой деятельности. Оценка человеком окружающего мира и самого себя – это продукт субъективных и объективных мыслительных процессов. Бесспорно, материальные условия жизни во всех своих проявлениях влияют на мышление человека. Но это влияние не абсолютно. Иначе мы бы мало чем отличались от программируемых устройств. Сознание человека может игнорировать некоторые аспекты бытия. И это не обязательно сумасшествие. Это особенность гений, имеющих свое видение бытия и превращающих его в реальность будущего. Любой человек может находиться в своих мыслях далеко от бытия, не думая о нем, а, например, о неких идеях. Да и само бытие сознание человека разделяет на множество составляющих, например, социум и природа, дом и работа. А человек сам решает, как воспринимать бытие даже в самых очевидных его формах. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Уважаемые зрители, эволюционер, наша пассианс-дискуссия окончена. Напоминаю тему, что имеет большее влияние на общество. Сознание или сложившиеся материальные устои общества. Общество меняет человека. Или человек меняет общество. Могут ли простые словесные внушения влиять на наше повседневное поведение? Или для изменения нашего поведения должны измениться условия нашей жизни? Например, станем ли мы до такой степени совершенны, что возлюбим ближнего своего, полагаясь на одни только словесные внушения? Или же только сама жизнь должна пришить нам такого хвоста, что без любви он сам собой не отвалится? Каждая из сторон нашей дискуссии кинула по три карты аргумента за и против. Кихот, то есть я в пользу бытия, эволюционер в пользу сознания. По моему мнению, разложенный пассианс показывает следующее. По общему правилу, общественное бытие определяет сознание людей. Это доказывается простыми примерами. Скажем, если дети в семье работники, плюс медицина плоха, их рождают больше. Если дети скорее обуза и медицина в полном порядке, детей рождают меньше. Второе. Глобальный демографический переход, в который уже вступило человечество. Увеличившееся количество населения изменит качество его сознания. Таким образом, бытие изменит сознание. Наконец, первичность бытия доказана целой научной теорией исторического материализма. Но есть конфеты и в ящичек сознания. Сознание тоже имеет влияние на бытие. Хотя и не такое суровое, как влияние бытия на сознание. Между бытием и сознанием всегда есть некоторый зазор. И сознание не привязано намертво цепями к бытию. Так что оно болтается рядом с бытием относительно свободно. И этим своим свободным болтанием подталкивает к будущему и бытие. Может и не так быстро, как бы хотелось. Но стояния на месте точно нет. Кроме того, надо понимать, что бытия без сознания для человека нет. Ведь бытие есть постольку, поскольку отражается в нашем сознании. Так вот, вот у разных людей поющие трусы вызывают совершенно разные реакции. Наконец, сознание отдельных личностей однозначно не определяется бытием. Иначе бы зачем, например, Циолковскому нужны были ракеты, вместо того, чтобы выращивать на своем огороде картошку. Но он вместо картошки размышлял о заселении человечеством космоса. У меня все. Мой вывод – это мой вывод. А вы выводите, исходя из собственных размышлений над нашими аргументами. До свидания. До следующих дискуссий. Передаю слово для вывода Эволюционеру. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот, мы пришли к выводам нашей дискуссии. Это наша третья желтая карта. Что можно сказать по этой теме? Само по себе выражение спорно. Как известная фраза «казнить нельзя помиловать», точно так же и бытие определяет сознание. Главное – поставить запятую в нужном месте. Именно это мы хотели сегодня сделать в дискуссионном клубе. Возможно, сознание – есть другая форма бытия, а бытие – иная форма сознания. В любом случае, они тесно взаимосвязаны. И главное – не отдавать полного предпочтения диктату бытия над сознанием, но также избегать иллюзий, игнорирующих реальность. Мы не ставим перед собой задачу что-то кому-то доказать. Мы рассматриваем предметы, раскладывая на «за» и «против». Так что слушайте наши дискуссии, присылайте темы, которые вам интересны. Мы обязательно их обсудим. И главное – думайте. Потому что если вы не будете думать сами, кто-то будет думать за вас, но не в вашу пользу. Уважаемые зрители, уважаемый Кихот. Ну что, не дискутировалися? То и добр. Продолжение следует...